Опискаются обстоятельства нам, коллеги Бабшетов, чтобы сложились обстоятельства. И битва, военные действия, наверное, это самые экстремальные обстоятельства, которые могут быть в нашей жизни. Самые сложные, самые трудные. Как говорил не один военный человек, что это, наверное, самое трудное. Собраться для того, чтобы отдать свою жизнь. Тут уже имеющий высокий идеал, он говорил, когда обсуждали эту идеалу. Здесь воины собрались, чтобы сражаться. Если не будут отдавать свою жизнь, они будут уничтожать друг друга. Описывалось, какие воины собрались. Мы знаем историю Махабхара, это все личности известные. Это очень великие личности, мы знаем, слышим. И Астейла довольно подробно описывает сражения вокруг Бабшеты. Как оно протекало день за днем в течение 18 дней. Что делали эти воины, как они сражались, как погибали. О чем говорили между собой во время битвы. Что делали после и до. Какое оружие применяли. Все было объяснено. Вчера, что даже для ВСДР это имело большое значение. Как эти люди совершали подвиг. И кто боролся за дхарму, и кто был против дхармы, пояснялось в процессе битвы, потому что битва означает, что запутанные обстоятельства, непонятные, где дхарма, где дхарма. Каждая противоположная сторона считает, что они правы. Как в споре, конфликте. Каждый человек обычно думает, что он правильно поступает, правильно думает, правильно действует. И в мире политики обычно это решают войны. По сей день так же. Мы видим, что ничего не изменилось. Рукшета продолжается и сейчас. Силы расставлены, мировые. Точно так же, может быть, на каком-то другом уровне. Может быть, мы утратили культуру, ведение боя. Может быть, уже пришли к бездравственной воле вещатых, к оружию массового поражения. Может быть, пришли к тому, что наши врачальники, генералы, адмиралы и генералисты не участвуют, даже не лично никогда. Они находятся в хороших, вовлево-вежищах, надежных, оснащенных перископами и пункерами. А обычные воины погибают. Может быть, в одном смысле что-то измениваясь культура, повеления. И, может быть, нет таких героев, как Фишмадерд. Конечно же. Но обстоятельства очень похожи. Смотрите, а что да? Когда увидел все эти силы враждебные, и он вспомнил, что вы же на самом деле родственники. И друзья. Деды, братья и дочери. И у каждого есть еще семьи, матери. И на этом поле битвы только Арджуна преисполнется с пути сострадания. Вот этот момент интересен. Обычно сострадание будет прочь в поле войны. Ну, то есть. Все. Все сражались. Все полнорешимости, ракмены, протрубили. Все показали свою решимость, готовность к сражению. К леснице оснащены. Все. Все наружу в руках. И все думали о чем? А, Березина думала о Ютишкирии с рожденным мастерами. И Ютишкирии и Пандавы думали, что нужно как-то все-таки разобраться с Березиной. Покончить с этой сложной политикой, с этой адхармой. И только Арджуна увидит две армии преисполнется состраданием. Это качество чистого предмета. И как бы он проявляет слабость? Слабость заключается в том, что он решил отказаться от битвы, от способностей воинских, от всего, от речности. И в данном случае Ютишкирия это будет рассматриваться как слабость. А в другом случае от речения это возвышает человека, конечно, возвышенный путь духовности. А Ютишкирия почему-то не оценил это таким образом. Его сострадание и осмотрел как слабость. Ютишкирия это будет объясняться. Почему? Почему Ютишкирия это так рассматривает? Если он посмотрит на наши обстоятельства у каждого, мы тоже увидим, что есть окружающие нас люди. И мы увидим в них недостатки и достоинства. В смешанном состоянии мы увидим, что люди все конфликтны, все ссорятся, все недовлетворены, на что-то обижаются, кто-то что-то неправильно понимает, безусловно. Так и есть. Каждый из нас находится в этом положении в таком же оценочном. Мы не знаем то, что знает Раджуна. Он знает, что мы серьезные. А мы уже этого не знаем. Поэтому, может быть, у нас не проявляется такое сострадание, как Сима Анатольевича. Может быть, мы утверждаем в своем индивидуализме и замкнутости. Хотим доказать, что все-таки мы правы, а не кто-то другой. Кто? И, конечно, в этом сознании. Сознание Дурёхана. Дурёхана значит доказать, что только он прав. Что у него никакая другая истина. Его истина важнее всего. И, собственно, в этом смысле, современный мир напоминает Дурёхану дикторашку. Про пады. Ну, вместе говорит об этом. Сейчас все люди такие, как дикторашки. В любой цену они пытаются добиваться своего и потворства их материальные желания друг друга. То, что делал Дурёхану. Дикторашка вот в таком союзе. Они создали всю эту политику. Они создали друг друга. И только Арджуна перед началом битвы, перед самым началом битвы, пройдет сострадание. Что, конечно, необычное дело. И так они собрались. И Арджуна попросил своего друга Кришну, верховную Речность Бога. Как выяснится позже? Пока еще ситуация неясная. Мы еще не знаем. Я Арджуна. Мы еще не понимаем, что происходит. Только первая глава. Мы еще не знаем. Мы читаем друг друга. Поэтому загадывать много вопросов. Не думайте, что мы уже читали, и знаем в Западе. Мы читаем друг друга. Мы читаем друг друга. Мы читаем друг друга. И Арджуна попросил луиста коллеги между ними армиями, чтобы посмотреть ближе на лица тех, кто пришел сюда сражаться. И когда сын Кунзи Арджуна воен на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце исполнено состраданием, подавленным произнес такие слова. Вообще-то во время мира мы опираемся на эти критерии. Просто, например, друзья. Во время мира – это самое важное. Оказывается, что война – это уже не важно. Военное время. И в каком-то смысле в наше время ослабеют эти представления о дружбе и любви. Потому что мы живем в постермальном режиме дружбы. Но в будущем это можно обострять еще больше. Может быть, нам еще повезло, что мы еще в каком-то относительном мире можем находиться. Нам еще больше повезло, что мы стали предыдущей Кришны. И мир – это наша суть, наша культура, принимаемая в сторону мира. Арджуна принял сторону мира через сострадание. И это подавило ему. Это чувство сострадания не возвысило его. Он испытал чувство подавления, стал терять сил. Аджуна сказал, Кришна, «Веди перед собой друзей и родственников горячее желание сражаться. Я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а в арду пересекает». Но представьте, ваши друзья приходят сражаться с нами. Что почувствуют? Ну, вы почувствуете, что, кажется, мы все. В сердце на себе. Ноль усмелений. Все официально, все отношения, все отношения, напрасно все. Где доверие, где надежные отношения. Нет, в ней ничего святого значения. Опустошение это не чувствуется. Все ваши друзья стоят с врагами, предают вас. Как жить? Аджуна испытал чувство подружбы. Дружеское расположение. И пропадает, объясняет. «Тот, кто по-настоящему предан Господу, обладает всеми добродетелями святых и полубогов, тогда как не преданные, сколько бы образованной культурной, с матерной точки зрения не были, лишены этих воздушных качеств. Поэтому, когда Джун увидел на поле боя своих сородичей, друзей и членов своей семьи, он преисполнился состраданием к ним, решившим с воевателями друг друга. К своим воинам он испытывал сострадание с самого начала, но сейчас он пронесли жалость даже к воинам, вражеской армии, предвидея их именно погибель. При мысли об этом его хватило дрожь, у него пересохло в горле. Ну, то есть есть люди, которые умеют изгналивать мир, умеют это делать. В шахтрах есть наука как из врага, с его друга. Но для этого нужно иметь настрой соответствующий, желание соответствующий. И, собственно, это требует большой жизненной силы, большого разума, внутренних усилий, чтобы все-таки поддерживать мир в обществе. Это самое трудное. Как вы видите, поддерживать плохие отношения совсем несложно. Вот каким-то образом так. Но поддерживать хорошие отношения трудно, и особенно это отражается сейчас в семьях. Люди живут в семьях как будто они близкие друг к другу, но они очень эгоистичны. Они могут пообещать и потом изменить. Всегда так. Они приходят, значит, помогут, значит, того-другого. Они все обещают. Их хватает несколько месяцев. Ровно на месяц. Идолго. И меняется. Вот это, скажем, трансформация беспокоит сейчас, что мы не можем полагаться на эти обещания. Живые. Это адхана в человеке. Пропада говорит, что Арджуна испытал сострадание своим больным с самого начала своей стороны. Понятно. Сейчас он вспомнил, что и эти так называемые враги, они на самом деле не враги. Он же помнил дружбу. Не хотел предавать, нарушать эту дружбу. Это на самом деле цельная вещь. Не пренебрегайте первой главой. Не думайте, что только майя то, что Арджуна испытывает. Возможно, и майя. Но это естественные чувства преданного. Естественное отношение, что он стремится к миру, а не войне. И этот воистованный дух оказался в какой-то степени неожиданностью для Арджуны. Как же его друзья могут так поистине с ненавистью смотреть друг на друга, что готовы убить друг друга. И вот Иштира, когда заметил эту вещь, заметил, что мужья и жены стали ругаться и разговаривать с ненавистью. И он сказал, что наступает к миру. Это первейший признак. Что люди начинают общаться с ненавистью. И он сказал, что нужно подчинуться к миру. Даже собаки лают на людях и говорят, что лучше жена начнется говорить с ненавистью. Это ужасно. Он ужасался, когда делал такие вещи. Но жители Калилюрии думают, что это нормальная жизнь. Вот такая сила Ахангары. Почти весь его род и все кровные родственники пришли сюда, чтобы сражаться с ним. Для такого добросердечного преданного, как Арджуна, это был ударом. Это здесь не сказано об этом. Не трудно себе представить, что Арджуна не только чувствовала дрожь в теле и сухоспорту, но также плакала от сострадания. Все это свидетельствовало не о слабости Арджуны, а о его доброте, в честь и честь преданного Господа. Вот о чем говорится. Тот, кто безраздельно преданной личностью Бога, обладает всеми достоинствами полубогов, тогда как не преданным может похвастаться только материальными качествами, цена которых невелика. Причина в том, что такой человек постоянно идет на поводу своего ума, и потом не может стоять перед соблазнами материальной энергии. То есть, с одной стороны она представляла праведность этой штиры, а с другой стороны она представляла завистью Ретаны. Пропадает, что разница между Дрёдханой и Арджуной в 2004 году была только одна. Они были на самом деле образованы одинаково и воспитаны в одной культуре семьи, в воздушной семье Хастин, царской семьи Хастинапура. Но только одна. Павловы принимали авторитет Кришны Священных Писаний, и Арджуна называют это своей семьей. Вот это была его ошибка. Потому что это себя о Кришне называют. Кришна позже скажет, что они все мои неотъемленные частички. Он скажет это такими словами, другими словами. Такими словами, что читатель может даже не заметить, что Кришне говорит и понять, что Кришне говорит. Он же все-таки разрушит семейные традиции. Но я уже на правду. Но Кришне говорит, потом благоводите, что семья не то, что ты думаешь, а фьюха. Ты правильно мыслишь, но ты просто не видишь источник отец семьи. Того, как поддержите семейные традиции. Хотя я перед тобой хочу. Все эти живые существа мои неотъемленные частички. Я отец и матерь, короткий родитель не хранит. В этом как бы суть Дхармы. Но тут Арджуна на этом давя я забыл про Кришну. Просто обратите внимание на обстоятельства. И в данном случае Кришна играет необычную роль для Арджуны. Он его колесничий. Роль колесничий его подчиненный будет. Кришна по-дружески привел эту роль. Арджуна, поэтому забывает о положении Кришны. Думает, Кришна мой возничий сейчас. Сейчас он вспомнит про Кришну. И, как бы, предали. Он говорит, научи меня. Теперь ты мой учитель. Дружба в сторону. Я хочу, чтобы ты развеял мои сомнения и скорбь. Но пока он говорит такие слова. Тело моего хватило дрожь, волосы стали дымом. Глук ганди выпадает из рук. А кожа пылает как огонь. Симптомы знакомы вам? Волосы бы не поднимались. Никогда вы не испытывали подобные чувства. Но из этого стиха мы можем понять еще одну вещь. Того времени. О различии, что люди имели другую силу чувств в жизни. Другая сила была восприятие отношений. Беда. Здесь, по-другому, нужно понять, что современный человек практически не переживает такие вещи. Вы общаетесь. Другого тела подводит рожь. У вас возьмется дымом. И кожа пылает как огонь. С паренью. С паренью. Я не знаю, что Джона был за личность. Но он чистый, прядный кришник. Поэтому все возможно. Когда он сражался с господом Шивой в Гималаях, в поединке, он сражался с господом Шивой. Я сказал, что Шива хотел испытать Арчуну. Презвонился в охотниках. Один изначально не узнал его, поэтому они сражались. И Арчуна, он такой сильный воин. И он схватился с господом Шивой, думая, что какой-то простой охотник одолевает его. И все стрелы отбивает, и все оружие проглатывает. Что за охотник? Какой-то мистик. Он говорит, что я Арчуна, я друг кришник, я не могу преподавствовать лично. Забредить его. И когда уже оружие было, все использовал кулаками, с ним дрался Арчуна. Дрался как сумасшедший просто. И на него изо рта дым пошел обисывать. Не пара, дым пошел. Я не знаю, что за личность была Арчуна. Мы не можем так делать. Чтобы дым шел изо рта, грязь слишком. Никакой, не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне. И разум мой помутился. То, что я вижу, предвещает одни вечные счастья у Кришны, садивший демона Кешава. Вот видите, как Харчон вручает сейчас Кришну. Еще один момент, который мы можем предвести. У Кришны много имен, много поступков. Поэтому много имен. Согласно определенному поступку еще определенные имени есть. Кешава. Убийца демона Кеши. Почему он обращается так? Потому что Кришна может мгновенно освободить людей всех от демонических проблем. Убить любого демона. Демон не прятался в умелии, в воплощении какого-то. Кришна может убить любого демона в другом месте. Однажды он убил демона Шанка Чудо. В форме телеги. Демон принял форму телеги. Так что будьте внимательны. Демоны очень коварные, очень хитрые. Могут оболнуть и не волнуют иллюзии. Он превратился в телегу. Он узнал, что Кришна, она проложила Кришна в тень. Очень удобная телега. Как делают телемские жители. Если куда-то хотят случиться, они от солнца плячут ребенка по телеге. Огромная телега с двумя колесами. Большая, нагруженная всякой утварью, посудой тяжелой. Вот это телега с двумя колесами. Он оборудил его посудой. Он скрывался очень хорошо. Но Кришна сразу уведел. Он распознался. Если бы нам удалось пообщаться с Кришной непосредственно, он сразу уведел на счет гунических качеств. То, что невозможно, мы можем скрывать и что угодно делать. Но от Кришны для этого надо. От сверхдуши тоже. Но сверхдуша поддерживает их тоже эти качества. Он все поддерживает, а Кришна не поддерживает. В этом роде сверхдушует Кришна. Он булавой. Бах! И все сделаешь. Вот он пришел. Как сверхдуша поддерживал всех. Там находился круг Шетра, распределил армии. Каждый руки дал оружие, убеждения. Все поддерживал. Но как Кришна, он занял в сторону Анну. Вот кто выше, Кришна или Парамаду? Тут еще вопрос. Парамаду беспристрастно, а Кришна оказывается не беспристрастно. Демоны всегда на него нападают. Что он не беспристрастен. Но сторону Богов принимает. И прядок своих. И память отказывает от него говорить. Как вы думаете, при каких обстоятельствах память отказывает у человека? Потрясение. Потрясение. Да, потрясение. Вот конкретно что? Когда память начинает отказываться, начинает судорожно сражать, что делать, что делать, как будто вы не начнете. Вы каждый день что-то делаете. Вдруг вы сбили стол. Полностью не знаете, что же делать, что делать, что делать, что делать. Когда? 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 Через лет? Утрату. 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 К濟� Варкен. Утрати são близкими, с Богом, с землёй. Ну, йогой — это жизнь, связь. С therapist разрывается. И всё здесь. Razm вон вс geschит. Память отказывает мне. Мы же в своей жизни опираемся на эти именно критерии, кто мама, кто отец, кто друг, кто жена, кто ребенок. И вдруг это потом мгновение разрывается. И это все равно, что вы играете. Я даже не переживаю таких разрывов. Сметение, потихшее Арджуну, гнало его прочь с поля боя. А разум его так ослаб, что он больше не помнит себя. Человек оказывается в таком состоянии, из-за чрезмерной привязанности к материальному веку. Он был так привязан, вот таким доброжелателем. Можно быть привязанным к гуне-добродетели, а можно и другие гуны быть привязаны. Потому что она тоже была привязана к пандулах. И кажется, она была привязана к личным. Он только думал, где эти пандулах, где эти пандулах, что это делать, как же их убить. Это тоже привязанность, она к минусу. Ну а Джунгл привязан к добродетели. Он как доброжелатель к институту, насечен сатур. И кроме этого, а Джунгл не казалось, что сражение принесет страдания, несчастья. И когда человек понимает, что в будущем его ждут одни лишь очарования, и надежды ему не суждено сбыться, он невольно задает вопрос, что я здесь делаю. Понятно. Такие прогнозы вы скажете, что это делать, зачем? Я не понимаю, какую ладу я получу, убив в этом сражении своих сородичей. Ни победы, ни царства, ни счастья, доставшиеся какой ценой, не нужны мне пришли. Ну, цена счастья. Вам сказали, что ты будешь счастлив, как убийственный родник. Все. Счастье тебе придет. Счастье. Ну, бог бог, я не готов. Как раз набрал счастье, я связываю с этими людьми. Какое же счастье мне ожидает всех этих людей, которые для меня есть точечность счастья, я буду убивать. Вряд ли. Я что-то не могу понять. Где истина? Счастье, это как раз на отношении с этими людьми. Не зная, что истинной целью жизни является и Вишна, и Кришна, восстановленных душ ищут счастье в материальных и плотских отношениях. Оскрепленные ложным представлением о жизни, они забывают даже о том, как надо действовать, чтобы обвести материальную часть. А Джона как будто даже забыл о коллекции Ченки-кшатли. Известно, что две категории людей. Истинные кшатли, которые погибают на горе боя и люди. Отрекшиеся от мира и целиком насветившие себя до полной практики, он достаивает за право пасть на Солнце, и на обычную излепительную планету. А Джона не желает убивать даже своих врагов, не говоря уже родственникам. Он считает, что смерть цероличья не принесет ему счастья, и потому не хочет сражаться. Точно так же, как сырый человек не испытывает никакого желания. Хороший пример. Он любит это. Он любит это. Он любит это. Если он не голодом, не будет это. Разочаровавшись, как все Маджуна уже решила уйти в лес и стать решельником, как Кшатли ему, чтобы получать средства в существовании, необходимо править царством, поскольку Кшатли мне подобает заниматься ничем другим. Однако у Маджуна нет царства. И в России его он может только победить в битве двоюродных братьев, и отвоевав у них царство, доставшееся ему на средство от отца. Но именно это он и не хочет делать. Но Маджуна считает, что у него нет другого выхода, кроме пути к лесу и священнику. Кшатли должен править. Но выроды брата захватили власть. И как Кшатли он должен отвоевать царство. Не выпросить. А отвоевать не начал. Ничь Акшатли. Но поскольку они уроды, он не знает, что делать. О Говинда! Зачем нам царство, счастье, да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся обладать этим, собрались сейчас на поле битвы? По матку Судана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, педя, матерь, дести, внуки, зитя, Шулина и другие родственники стоят передо мной, готовые расстаться с жизнью и потерять все, могу ли я желать их смерти, даже если иначе они убьют меня. Но охраните всех живых существ, я не хочу сражаться с ними даже в обмен на территории мира, не говоря уже о земле. Много ли радости принесет это на уничтожение сыновиды и дрожат? Интересный момент. Скажете, что слова живые, безупречные, твое видение просто идеально цивилизованному человеку? Все же здесь есть, не доставлено. И только Кришну может это увидеть. То есть мы же всегда правильно рассуждали? Почему нет? Поверите, если он человек. Он вам докажет свою позицию. Он вас убедит. Себя он давно уже убедил. Не то, он даже этой висческой позиции жить посвятит. Да? Он уверен в своей правоте. Любой человек. Поэтому, когда вы общаетесь, сталкиваетесь с этой уверенностью, вы понимаете, что ничего невозможно сделать. У него такая верность, у него совершенно другая уверенность. Мы никак не понимаем друг друга. Это очень прочная концепция. Это только Кришна можно разоблачить в любую из этих концепций. И примирить таким образом. Или застояться уже выполнять свой долг человека. Подобнуть его к исполнению обязанностей. Амжуна называет Господа Кришну Говидой. Насколько Кришна доставляет удовольствие корову, чувства и чувствам. Употребляя это важное слово, Амжуна не хочет сказать, что Кришне должно быть известно. Каким образом можно достать удовольствие чувствам Амжуны? Ведь о чем-то стих. Что хочет Амжуна сейчас, испытывая вот эти расстроенные чувства, сложные чувства, чтобы Кришну-то не творил его чувства. Успокоил его чувства. Обращается к этому, как ковиде, к источнику. Счастье для чувств. И что же он говорит? Мои чувства не будут обликоренеться. Я даже три мира получу взамен на эгипте. Какое счастье нам принесет уничтожение своей литерашки? Он думает о счастье. Но ковиде вовсе не обязан ослаждать наши чувства. Вот уж интересно. А кто что-то должен? Мы к нему обращаемся. А зачем к нему обращаемся? Никто он не должен. Тогда какой смысл обращаться? К нему? К нему? К нему? Однако, если мы будем стараться доставить удовольствие ковиде, наоборот, видите, кто-то само по себе принесет удовлетворение нам к нашим чувствам. Да, это и не знаю. Сегодня человек крутённый. Я думал, он должен, а как я обращаюсь к этому, должен жить удовлетворить наши запросы и желания. Мне кажется, нужно его желание. Интересный момент души. В материальной мере каждый ищет чувственных удовольствий и хочет сделать Бога исполнительным своих желаний. Но Господь удовлетворяет желания живых существ только в той степени, в какой они того заслуживают, а не в той, в какой они хотят. Сколько мы хотим? Много. Очень много. Если честно, не знаю. Не скромно, честно. Но за леди свои желания. Ой-ой-ой-ой. А сколько заслужил? Почти ничего. Из того, чтобы деньги. Конечно, не все могут согласиться, что я ничего не заслуживаю. Она хорошая человек. Чем я здесь служил вообще? За что такое обращение? Что за жизнь такая вообще? Так я имею в этом настроение тоже. Ну, какие странные вообще. Говинде служить не хотим. Хотим, чтобы Говинда служил нам. Иначе, может быть, у Говинда зачем? Интересно. А так, когда живой существо стоит перед собой иную цель и старается достать удовольствие чувствам Говинды, а не собственным чувствам, тогда, помилости Господа, оно получает все, чего желает. О, ты говори, о, ты говори, о, что я могу принять это? Если ты не меня все-таки получил, потому что я согласен достать удовольствие. Ну, не так сложно. Это только листок плот. Да нет, все, что хотите. Нет, нет, нет. Хороший создательный бизнес. Конечно, что ум очень непрямый хитер, все равно, в свою очередь добиться позиции, это, да, я объясняю позиции. Как же вы говорите? Вот мы обращаемся к Кришне. Кришне знает, что делать за этим. Вот знает, как избавить человека от хирургических выставок настроения. Он лучше нас знает. Увидев дальше, пока это неизвестно еще, мы только начинаем делать голову человека. Сильная привязанность к своему роду и члену своей семьи, которую привлекает Арджуна, в значительной степени вызывает его естественное сострадание к ним. Ну, вот это момент. Отметьте. Привязанность тоже разная бывает. Вы видите, что приятные тоже с привязанностью воспитывают своих детей и к семье относятся ответственно. И дети тоже привязаны к своим родителям. Но, когда дети вырастают, они могут забыть родителей. Что это за привязанность? Вот родители помогут детей всю жизнь, а дети могут забыть родителей. Все же разная привязанность. У Арджуна была как бы святая привязанность и сострадание. Он был привязанным. Хотя много другого сделал взберет родителей его братья. Он все же к нему сдувался сострадать. Это несколько именов. Это качество привязанности. Это премия. Как будто вы привязанны. Внешне похожие. Или как будто вы вожделеет. Внешне очень похожие. На самом деле это не духовная причина. Кришне. Итак, Арджуна хочет отказаться от битвы. Он не знает, что Кришна хочет это битвы сам. Он еще об этом не думает. Не предполагает. Вообще трудно, конечно, хочет Кришну. Очень сложно. Потому что Кришна ничего не хочет сам не потерять. Но как же он хочет добиться с кем потерять желание? Еще загадка. То есть он все это провоцирует, так сказать. Он сам не участвует. Смотрите, битва. Подстрекай там, что вы живете. Вот это Бог. Слушай, у тебя проблема. Как быть? Арджуна похожа, правда? Больше стерен, чем Кришна. В этой главе можно так и видеть. Ну, Арджуна надежная основа для его сострадания, для его состояния, которое он испытывает. Ну, а что же? Кришна сейчас в руки вот. Убив тех, кто грозит нам сейчас войной, мы покроем себя грехом. Крепом. Поэтому нам нельзя убивать сновидей Тарашты и своих друзей. Чего мы добьемся этого Кришны, супруг богини удачи? Как может смерть просто никак принести нам счастье? Тут он Кришна называет уже по-другому. Супруг богини удачи. Если ты супруг богини удачи, то к чем же удача? Удача отвернется, от нас, если мы у тебя родственники. Ты же супруг богини удачи. Так призови сюда удачи. Яды выделяют шесть видов преступлений, заслуживающих здоровой кары. Помните? Шесть. Первое. Попытка отравления. Если вас кто-то травит, может убить этот человек. Например, вам подают яхт, вы говорите, вы пьете ты сам сначала. когда он умирает. Нет, если кто-то в утре сделает, сейчас предназначить. Поджог дома. Мы сейчас сидим в доме, кто-то там поджигает. Покушение на жирец используется смертоносным оружием. На тихо набросилось на Шевогове. Вчера. Приназоносным оружием туда. Ну, а Шевогове не убилось. Так, то есть, видите, какие вещи. Поджог дом, покушение на жирец используется предназначенное оружие. Четвертое ограбление. Если причин, грабители могут тоже защищаться. Смело. Не думайте о сострадании, о человеколюбии. Можно защищаться. Захват чужих семей. Так же. Похищение чужой жены. То есть, не вы похищаете чужую жены, а у вас похищают жены. Нет, не трекут. Можно и тоже защищать свою жену или нет. Вот шесть. Те, кто совершает эти преступления, нужно уничтожить на месте. Их убийство не запятает человека грехом. Я знаю одного брена, который убил одного грабителя. К нему еще и двое грабителей. Да. С ножами, правда, были. Небезы, не спилили на оружие. Они пришли, а в его квартиру, выглядели. А у него под рукой был молоток. Он дал его молотком, но у человека убил на месте другого бюджета. Сутки управляют. Как здесь говорится, честно, что я с невинным нужно обольнялся. Это шесть тысяч и тысячи. Итак, обыкновенный человек вправе убить такого преступника, но Арджуна не был обыкновенным человеком. Он отдал всеми качествами святого и хотел обойтись преступниками как святого. На самом деле в этом есть недостаток. В Карелику все люди святые поистине это благочь и качество. Они устраняются в сторону. Как связаны с этим миром векот. В большую сторону эти мантры повторяют красавки. Кришне смотрят и любые по вредам покинут. Иногда так они будут понимать, что место где они живут. Но это недостаток, потому что в одно случае мы уступаем злодеяниям. Это недостаток сострадания. Тот, кому доверен управлять государством, разумеется, должен быть правильным человеком, но ему не позволено быть малодушным. Вот еще пропадает это может малодушить. Уход это может быть и невозвышенная деятельность. Это хорошо. Стоятельность уходить в сторону. Это может малодушить. Можно ошибиться. И так сложная ситуация запутанная. Это сострадание с малодушием сочетается как-то решить. Вот Джон Ардена пусть эти люди, чьими сердцами завладела жадность, забили греха в убийстве родственников или враспро с друзьями, но почему мы знали о том, каким тяжким преступлением является уничтожением рода, должно участвовать в этом злодействии. то, что они хотят сражаться, они просто забыли из-за плохих качеств. Что они делают? Да, они слишком злобно настроят сыновед и тарашки. Но почему мы должны становиться такими же какими вопросами? Они-то негодяи. Но почему я вне становиться негодяи? Потому что я уже делаю то же самое сейчас уничтожить род. То есть Аджуна как бы выжить, что его втянули в эту политику злые люди. Но почему он должен подавляться инжин? И если естественно просто уйти, Кришне остается. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций. Отчлены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Представляет в этом мире Бога человеческий род. Род человека. Живот не представляет Богу. Род людей. Великие. Есть родословные. Именно потому и великие, что они херен на Богу. Это преемственность. Естественно преемственность передачи религиозных принципов в заповеди. Это есть семейная традиция. Разницы между религией и семьей нет. Это аш-ш-буклад духовный уклад, где хранятся религиозные принципы. и если семейная традиция династия уничтожается уничтожение это еще не разрушение уничтожение уничтожается старшие члены семейства тогда младшие теряют веру в Бога. Ну как представьте в вашем роду есть святой и Бог бери. А где же Бог? Любой человек спросит об этом. Если он верит свято своих старших и представителей Бога то он верит что они под защитой Бога находятся. Это главное. Как пророки не под защитой Бога. вот Иисус Христос распят. И что же где ваш Бог не говорит. Если Бог не воскрес было много сомнений. Но когда он воскрес а ведь мы победили. Бог есть. Но в данном случае речь о том что их нужно уничтожить и воскресенье не будет. Значит младшие которые остаются потомки родители уже родились участвующие на после битвы они вырастут и будут думать Бога нет. Если все родственники были святыми то они от чьей руки добр и они теряют веру забывая законы религии. Когда родного царяется безбожий Кришна женщины в нем возвращаются а развращение женщин а потомок кришни приводит к появлению на свет нежеланного потомства из роду нет святых женщины перестают чувствовать присутствие Бога. Женщина опирается на чувство для женщины важно общение со святым человеком в виде святости мужчина теоретически подготовился к святости через наследие просто вот тут наследие святые вот с этого начинает понимать святости вот садом какая была община такого 8 часов он ложился 12 6 все святой человек и что он делал то-то 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 не минуты не терял лишний и так мы понимаем как мужским разумом это святое человек нам все просто но женщины развратятся потому что нет духовного контакта нет восприятия без духовного восприятия не смогут понять премь первые пострадают женщины пропагает что если кто-то становится чистым преданным то первым кто это заметит будут женщины это их природа это способ поддержания сознания кришны любая женщина мечтает о муже брамане святом человеке проповедник брамане утвердился в сознании кришны любая женщина мечтает что он будет святым человеком таким как написано в шахте для нее важно иметь это общение если она не получает ум ее возвращает значит думайте другому мужчину сейчас сложили неоправданные желания ожидания и женщины естественно они думают уже ни одного мужчины неожидан ни мужа ни рыба ни мяса ни рыба ни мяса не принимают поэтому как раз в эти старшие члены смеси мужья отцы деды они несли себе духовные традиции и так поддерживалась чистота женщин таким образом и Арджон говорит так мы разрушим и пойдем что у нас нежеланное потомство женщины возвращаются это привод на свет нежеланного потомства безбожия устанавливается утверждается значит только утверди безбожия ради безбожия все это уже твердо надежно пропадает комментарий что женщины как и дети очень подвижно дурному влиянию легко подаются на обман поэтому и те и другие должны находиться под оберой старших членов семьи если женщина прилежно совершает все любезные обряды она не станет занять мужа по словам чена гипрадита женщины в большинстве своем не слишком разумны потому нельзя доверять значит нужно позаботиться о том чтобы они соблюдали семейные традиции были постоянно заняты совершая гипридозные обряды в этом случае их теломудрия в реальность приведет к рождению благочестивых детей достойных членов общества варнашема и нарушение устоев общества варнашема хармы приводит к тому что женщина получает свободу действия и поступает беспорядочный связь с мужчинами в результате супружеских измен на свет появляется нежеланное потомство и безответственные мужчины тоже толкают женщину к их упадению и как следствие этого государство начинает преобладать нежелательное население что сливочи переводит к воинам эпидемии то есть мужчина когда видит женщину незащищенный религиозными принципами он становится агрессивным впечатляющим вот такая природа страшная в которой мы живем очень осторожно то есть тут к агрессии очень легко прийти конфликтом насилие очень легко прийти в этом мире здесь говорится потому что разрушают семейные традиции рост числа нежеланных детей неизбежно приводит к тому что члены семьи и люди разрушающие семейные традиции попадают в ад вот вот она дорога в ад через разрушение смейных традиций дорога в ад с вырождением рода пророкцов ждет падение ибо потомки перестают относительно пищу и воду не так Кришна упоминает что этот род человеческий он связан с пророкцами которые делают для нас став надеждой возлагания сверху то есть мы здесь не одни мы представители завышения человека и среди бога и Кришна здесь говорит об этом что эти пророкцы от которых мы должны зависеть которые благословляют нас прекращаются отношения с ними и что происходит человек пристосотрудничает с природой вообще борьба востребов с выживанием даже просто жить в этом мире сложно как бы наша была земля а как сложно жить странно потому что высшие силы человек с ними не сотрудничает Арджуна например у него лук андива полученный от фидры он общается с высшими силами смотрите этот лук андива его нельзя разрушить никаким оружием воины когда сражаются лучники они часто разрушают оружие друг друга стреляют в лук ломают разбивают но лук нельзя разбить и тетю нельзя разбить это был лук с планетой гандива он был не из дерева ничего другого он был сделан из рога носорога целиком его начнут не мог ни один воин кроме архума и он был не разрушен для такого лучника был лучший лук но он был получен в результате взаимоотвращен с высшими силами на земле нельзя было создать такое оружие и такое оружие требовало также и стрел соответствующие у него был колокольчик со стрелами нейси камерных создание часто звонили патроны кончили все конец патронов нет больше оружия нет вожу на меня не случалось такого но стрел быстрее всех когда он мог выпустить все стрелы за какие-то счетную минуту заставить сухаристов на грузестрел они для него несколько минут достаточно глажг вы будете с стрелы в цепь это же глаждуна не путайте старшими современными спортивными лучниками у них рядом подзорная труба они ничего почти не видят они царятся там долгое время знаете смотрят тут нет снова так же полчаса наводят эту стрелу куда-то снова пытаются попасть в цель я хочу сказать что одна из стрел попала очки-то набирают по очкам если даже не попала что она очки-то ставит чтобы близко в цель не путайте он же у нас таким мужчиной это был лучший лучник мира его знали даже полубоги боги давали ему такое оружие воля ажуда была колесница кришна и она тоже была неразрушима ее не могло взять ни одно оружие это другой способ ведения боя разрушить оружие противника или его колесницу или я хочу флаг сбить на колеснице и уже побеждает флаг представляет личность во достоинстве или возницу можете убить его но невозможно убить ни возницу ни колесницу ни даже флаг не оружие отцу не стрел и не кончается ажона была с насчетом высшие силы способствуют остальные люди были менее удачливые не было таких отношений с высшими силами ажона был сыном Игорь но жил здесь как земной бой и так люди общались с богами и могли чудесные вещи делать и вот я считаю что вы короли ибраудов получил от бога солнца горшок который пройдет любого количества пищи в течение дня пока дарупа не поест если дарупа не поела горшок этот день не дает пищи пока она не поест горшок может пройдет любого количества пищи и так каждый день дарупа доела только вечером вечером на постелец каждый день практически поела вечером горшок успокаивается есть же сказка про кашу горшка ее не могли остановить дарупа дарупа не поела он восстановился так он завалился кашей проблемы и так горшка недостаточно дарупа не нужно больше сейчас не горшка не дарупа не говорят что а луки гандили стрелы сказки какие-то то есть есть связь с правотцами с высшими силами правотцы в каком-то смысле это даже полубогим могут быть например господа шивутся в этот солнце живут существуют на стол господи как видите до которых там никого делает ну а если они посылают что-то они против есть крис от них крис от них их рук дело ответная реакция на поведение человека при грешении тех кто разрушает семейные традиции и способствует появлению желанных детей останавливают деятельность на благо семьи и в общем в целом грехи о Кришна хранитель рода человеческого Кула Кармана называют он здесь Кула семейные традиции хранитель рода человеческого от наставников принадлежащих цепи духовных учителей я слышал что те чьи семейные традиции разрушены на веки поселяются в аду которые учитывают должны быть родственники родственники бывают двух типов духовные и вот обычные если того и другого не будет они на ваду навечно стоят нас выдаст как духовный учитель сейчас двух параметров духовных родственников потому что наши родственники не способны не странно что мы сейчас замышляем в техчайших грехах движимы желанием насладиться радостями царствования мы готовы убить своих близких не попасть здесь коротко говорит человек движимы корыстными желаниями порой готов пойти даже на такой грех как убийство собственного брата история знает немало подобных примеров но Анджуна безгрешный предан Господа всегда чтил законы нравственности и не хотел слышать подобные поступки пусть лучшие становят предраждан безоружного ругав убьют меня за любовь безоружного и несопротивляющего сына сэнджайо вачи даже он им все сказал вы знаете воины они много не говорят что возил суть он за ругами вы сказали он неспорь он принимает решение недолгие разговоры припроводился целый вид сэнджайо вачи сказал рамоев это на буревое анджуна отбросил в сторону логострелы и сел к лестнице охвачен сроки все неудача он не знает что будет дальше но здесь проблема серьезная а джон отказался отражения похож панды обречены берет и он торжествует начинается вторая вала подруга сэнджайо вачи тан татха три пая виштам ашу пумна кулекшинам виштам дамидам бакям повача матру судана сэнджайо сказал увидев что аджуна охвачен страданием и скордию по глазам и полны слез матру судана кришна произнес такие слова интересно что вы скажете кришна бакам и бога врачи куда сетва кашмалам и дам бешалей асм пас титам а дарья джуштам асвар а киртика арм арм джуна значит что говорит невероятные вещи удивитесь верховный господь сказал барджуна как поклай скверно одолит тебя такое поведение недостойно того кто знает истинную цель жизни он приведет человека не в рай а в бесславию ты неправильно говоришь и думаешь что такое что случилось совершенно другую точку зрения он не присоединяется к джун не садится на плеснице я тебя очень понимаю у меня у самого куча проблем так психология если садится да я вообще ничего не как из-за тебя откуда скверно такая он называет здесь анарья не ари анарья вспомните кто ужас что читать и дальше вообще но здесь что про павану совсем о другом говорить не по девушкам это первое спрошу шри бхагавану вача и тут несколько остальных идут объяснить что такое бхагавану вача что тут впервые применяется слово асанджай говорит шри бхагавану вача асанджай говорит то есть записывает так и что такое бхагавану вача нескоро должна говорить нет высшее знание нужно слушать почему слушать скорь несчастье проблемы слушать зачем слушать что почему опираться на свои чувства если вы понимаете не хорошо опираться можно только тогда когда вы занимаетесь служением кришне а не тогда когда принимаете решение и здесь прапата будет приводить все необходимые аргументы кришне это бог поэтому видите кришну везде называют бхагаваном бхагаван представляет собой высший аспект абсолютно истины кришну не называют богом тех кто украли с ним отношения это невозможно лишь только те кто имеют с ним отношения называют его богом бхагаван не при этом не могут сказать что бог это кришна есть религиозные люди есть кристи просто изучающие религию ищущие бога никогда не скажут что это кришна ну да кришна это выгод его называют так вообще просто бог кришна здесь ни при чем с этим именем нет связи она устранена связь они признают другое собер бога не все привлекающие близкие а могущественные безграничные и скорее все имперсональный избег хотят большинство людей поражены сейчас таким пониманием бога и большинство людей хотят достичь этого положения слившись имперсональным избегом стать богом байбай но слово кришна для них желательно но представьте когда кришна был на планете прятаны видели кто это и в писании было описано кто пришел и в предыдущем плащении было описано что он покажет что у кого маржу нет здесь а если владеешь описываться то он представит все необходимые доказательства своего божественного своей божественной природы начиная с того что он просто начинает сейчас говорить что он правда объясняю в этом комментарии те аспекты абсолютно истинные браман 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 безграничный дух браман но личность бога индивидуальность бога существует это труднее всего понять как это высшая личность безгранична может быть индивидуальность имея чувство мнение характер очень сложно представить это потому что обычно мнение какое-то какое-то мнение не может отражать всего когда вы видите мое мнение все имеют ввиду что это именно ваше мнение а у другого что-то свое мнение но когда кричит мое мнение мы так и думаем а я не помню мы забываем что есть высшая индивидуальность и мнение может быть абсолютно вот это сложно понять мы также сомневаемся что одна форма может привлечь всех живых существ у всех разные вкусы никто не женится на одной женщине все женятся на разных женщин у всех даже даже если самая красивая женщина не все по вкусу а как кришне все привлекающие что он всем нравится всех привлекает тоже сложно понять и очень сложно понять что она лично может знать все всех и быть одновременно в этом месте и повсюду бесконечно человек абсолютно непонятно природа бога его могущество он не может понять что он беспредельно могущество ставит какие-то пределы в уме и спотыкается на этих пределах для него легче думать что это браван безличный безграничный дух все но только это личность начинается проблем он еще говорит в каждом он уже неожидан то что мы разговариваем понятно разумно он говорит бога ему нет это какие-то они прекрасно понимают что у меня проблемы это куст может или больного человека итак про вагаван говорит что великие мудрецы знатокиве такие как парашара муния объясняли слово вагаван 6 достояния говорит что кришна показал что астан его так же это тот самый кришна вот здесь другие рассказывают то шестнадцать тысяч то шестнадцать тысяч то восемь жён дворки пока он здесь рассказывает жён дворки шестнадцать тысяч то восемь в арендавле еще на домократ я сейчас не знаю что он делает когда битвы на груджетре о чем не думают что говорят описывается как жила кришна пять тысяч лет назад он построил город парку на море за ту ночь но никто до сих пор не повторил да это же именно технологии все соберутся весь мир за ту ночь не построят не особо если даже скомпинируется он преодолён своей колеснице всю вселенную через все полочки и не пришли на дашину махавишу это описывается это описывается поэтому ишвара парама кришна сатчетанада виграха анады али горинда сарвакарат он убил всех демонов выгидан дурец он очень боялся что кришна будет сражаться потому что кришна ослал кришна победит а может быть любое количество боев сражение джарасанхи доказало 18 раз уничтожался войско джарасанхи просто выпустить если устрел достаточно было чтобы положить все войско и отпускал джарасанхи всякий раз а 18 раз покинул поле джарас сказал он друз он где ходит вот такие игры он убил он убил красивые ткани просто ладони шерпнут по голове и глаза отводятся без усилий он поделал полу кришнах вспомнил вспомните что описано что Кришна делал на фроныке как он пришел по зову по зову брахмы по зову хуби пришел в династию ядовы самая обычная династия туда же все по боге говорится описывается все описывается по боге говорится то же самое династии что помогать мое унеси и теперь здесь Кришна предстает передать джунами которые отказываются сожжаться востынь притхи не поддавайся унижительному малодушию оно не поддывает тебе вырви сердце эту постыдную слабость и воспрять Бог героев кровящих как это вырвать то ли ее дышать он не вырви психологу он говорит сам справится дышать ты самодостоятельный человек мне непонятно как ты это смогла одолеть так вырви ее и все а что он не торопится вырывать ему нужен психолог похож на пхиш на лучший психолог Аджуна сказал упокоитель врагов сразивший демона матку могу ли упускать стрелы в людей подобных пхишми ядроне которых я должен боготворить он означает своему настроению и объясняет конкретные причины пхиш пхиш мои дроны мне очень дороги особенно с остальными я еще могу как-то сразиться но с ними даже в шумку не могу сразиться даже нацелиться не могу пхиш он в стыдную направит вы можете на святую полночную направить но Кришну как я минуты делаю аж лучше просить подаяния чем существовать ценой гибели великих душ которых я считаю стрельбы учителями пусть ими то движет корысть они все равно остаются моими наставниками если они погибнут все то чем мы собираемся наслаждаться будет заняты на них против аж он говорит пусть даже корысть и талия на него еще неизвестно что лучше для нас победить или потерпеть поражение циноверные тарашки стоят сейчас перед нами на поле боя если мы бьем жизнь нашу я больше не знаю в чем состоит мой долг и постыдная слава скупца лишила меня самогладания которую прошу скажи мне прямо что лучше для нас а ты не эту ученик душа не давшийся тебе наставлять жизни вот еще один момент заканчивается не стоит теперь саржуна когда кришна так отвечает на его настроение совершенно в своем духе аж он говорит ты мой бог постыдная слава если согласен я потерял разум с чем теперь это ученик наставляет сделать как ты скажешь минуты шеи вот на этом тяжелом моменте мы закончим сегодня очень тяжелая история как видите но баха магита несет несказанный свет цену человечества какие были вопросы пожалуйста что тут два более ярких персонажей для литара так дуэл дуэлтана и аржуна дуэлтан эгоизм он такой открытый грубый у аржуны он до до этого момента он тоже я считаю что это эгоизм он такой завалирован у них присутствует эгоизм и нету преданности богу а есть что-то еще что мешает и главное отсутствие преданности потому что ложная ага это отделенность от кришны а жена как только чувствует отделенность сразу придется кришне не возможно это не возможно но как бы есть но как приятно это чувствует сразу придется кришне и он тогда не обращается кришне У него есть эгоизм, но поскольку он не обращается к Кричне, у него остается свой эгоизм больше ничего. У Аджона тоже есть свой эгоизм, но он обращается к Кричне, поэтому он отказывается от своего эгоизма, но нет к Кричне. Так правляется слово до выбора. Эго всегда есть. Мы не можем жить без пряток. Но Аджон – это истинное эго, поскольку он отдаётся к Кричне. Это истинная эго, функция истинная эго. То есть вы можете даже будучи преды мыслить самостоятельно, не беспокоить Кричну, принимать решения какие-то. Но вы всё равно принимаетесь в связи с Кричной решения, а когда не знаете, запутывается, обращается к Кричне. Поэтому можно и обращаться. Но берёт это, принимает решение, не в связи с Кричной, Кричной никогда не вручался, что научили меня. Нет? Это основная причина – эгоизм. Судьба из-за эгоизма получится тогда, когда он уже освобождается. Да, от эгоизма при помощи прядности можно сказать. Но прядность главное считается достоянием. Прядность уже не самая главная цель, а не души. Спасибо. Маленький вопрос. Можно ли поговорить и делать маркером там или не будет искрабления? Лучше отдельно. Спасибо. Маленький вопрос. Маленький вопрос. У него такой вопрос. Когда, ну, получается, когда в Махахарате Арджуна сказал, он говорит, вернее, Кришна сказал Арджуне, что, чтобы поменялась эпоха, чтобы что-то новое пришло, нужно, чтобы было уничтожено все старое. Для этого, собственно, и нужна эта война будет улучшать, чтобы, ну, то, что уже изжило себя, чтобы ушло, а пришла как бы, пришла Дхарма, можно просто же слова. А вот сейчас, как бы, ну, по предсказаниям, идет золотое вкрапление, да, в эпоху Халиюри, об этом многие говорят. И можно ли предположить, что прежде, чем это золотое вкрапление начнется, нужно быть, опять же, уничтожено все вот это старое, не магическое? То есть, что случится нечто подобное, что случилось тогда сейчас. Сейчас происходит то же самое, что сейчас, сейчас поясню. А в обращении ко мне не используя слово Махарате. Я думаю, что они другое. То же самое происходит, только на тонком уровне. Если ты в Куркшетре битва, там, физическое сражение происходило, вот так. Водьба умов и физическое сражение. Вот и сейчас, поскольку силы геномические вороны смешаны в каждом человеке, при помощи физического уничтожения мы не можем получить результат. Люди не готовы к этому. Сейчас нужно увидеть ум геномичный. Поэтому сражение точно такое же идет, просто на другую сторону. Убиваем демонов ума. Разбиваем ложные гантрины. Так работает. Я понимала, что нужный эгорь, да? Отвечеслили себя с глубокой и с тонким телом, со своими материальными желаниями, привязанностями. А вы говорите, что у природы нет нужного эгорь, когда он обращается к Крише. Что он потом опять не является, что мы же все время отвечесли телом? В кавле. Обращаемся к Кришне, но не дешевле. Это что? В тот момент не дешевле. В тот момент не дешевле. В этот момент это сложно говорить. То есть, если мы все время думаем при Кришне, тогда было все время? Сложно. Тега есть и в доложном. Мы чувствуем это тело и… Чувствуем. Чувствуем, что оно есть. Чувствуем. Но мы его не применяем. Мы его как истинно используем. Кришне. Мы знаем, что в основе всего лежит зависть. Потом вот эти все качества... Здесь мы говорим про… Тут уже такие отрицательные качества. А как здесь появляется вот эта зависть? Или вообще есть зависть? Как появляется зависть? В чем? Важно не было зависти, потому и сказано было Вага Магита, поэтому я тебе скажу, еще более запрямленный, еще более запрямленный, может быть сомнение, апатия, страх, битый столб Арджуна, сострадающего Арджуна, слава справедливости, но не зависти нет. Вага Махараджи, благодарю вас за замечательную лекцию, Вага Махараджи как-то оживает и становится более объемной, и у меня вопрос такой немножко практический, есть такие практики, когда просад предлагают предкам, просто там в комментарии было о том, что сейчас потомки, они никак не возвышают предкам, и я хотела спросить, то есть допустимо ли нам как преданным предкам предлагать именно просад? Потому что, ну, допустим, в некоторых комментариях, что папа говорит, что мы повторяем святое имя, и нам не обязательно что-то делать, какие-то ритуалы. С другой стороны, я размышляла, думаю, господь читания, он ходил в рай и делал церемонии для своих родителей. И потом, там, мое воспитание, оно не такое прям чистое, да, чтобы они... Просто это как бы облегчает жизнь, вот как бы тонкого тела, что ли, хотелось авторитетно у вас узнать, можем ли мы. А, еще, когда нам очень давно даже я встречала такое, что, как бы, ну, считается, что если мы предкам предлагаем просад, то это вроде бы как кое-что нам к ним относимся. Можно ли это делать или нежелательно? Я недавно узнал, что Иван Сусанин, известный Иван Сусанин, который завел фашистов куда-то в луж, обманул их с фасской деятельностью, он совершил подвиг, окажется, был житель, но он был крепостный каким-то там. Так, а за этот подвиг царицей освободил 28 его поколений. Все, как бы, посмотрел правду. 28, то есть этих колен, просто не поколений, а колен. Ну, так же происходит соединичный. Но вы должны все решить, что он до них лишний сам, или что родственники освободятся. Если же человек не преданный Кришне, то нам нужно через обряды это делать. Предписанный обряд. Больше, может быть, каких-то обрядов, предписанный. Больше нагрузки. А если вы просто живете как преданные, действуете как преданные, то вы автоматически не можете освобождать. Поэтому, если вы чувствуете, что вы еще не такой преданный, как Иван Сусанин, то можно еще какой-то обряд спешить. Но как чувствовать, я не знаю. Я не умею обрядов спешать. Я могу только о Гриджне третьим дизу читать все. Я чувствую, что это достаточно. Я не помню. Я не помню. На счет зависти. На счет зависти я еще хотела спросить. Означает ли это, что при этом не когда-то протекуют, они лишены зависти, или это все-таки честные термины, или это у всех разное? Да. Что при этом не практикует? Зависть или любовь к Богу? Да. Что практикует? Вот, что не практикует зависит от себя уже. При этом не практикует зависть. Это же практика. Да. Что нужно свобождать? Зависть или петь? Я мое. Я мое, я мое. А у вас точно спорта. Какой? Можно повторять этот формат. Вы можете повторять, в 3-м периодичном формате? Зависть. Спасибо. Ну, надо запомнить. Если есть, то надо запомнить. Спасибо. В те времена, да, были боги Личности, Кришмаде, Барджуны, и Сан Кришна жил на планете. У них были отношения. Поэтому у Кришны был замысел. Он чего-то хотел, он что-то не хотел. Сейчас преданные, понятно, они живут. Их судьба – это последствия их действия. Они живут согласно карме. А вот преданные, они… Вот Мадын так, да? Вы представляете, что Кришны на планете нету. И наша судьба тогда это что? Вы имеете в виду формата, который в сердце, да? Мы же говорим, что Кришна, наверное, хочет, чтобы я сделала то, и сделала это. И прошло 30 лет сытания. Это просто мой ум говорит, да, что у меня осталось решение. Или я хочу в этих отношениях. Или действительно Кришна чего-то хочет. И карма. Мы не просто обычные личности в карме. Да? Ну там, души. Которые, тем не менее, живут согласно своей карме. Это же все равно карма. Даже живут поженальные средства для своих действий. И как мы можем говорить, что Кришна чего-то хочет? Он же прям совсем далеко. И кто его не тащит? Согласно Бхагава Грифте, Кришна хочет указать Путина. Если честно. Он стоит на путь. Он говорит, да, ведь и прали Бхатана, прали Прошли. Если ты хочешь знать, иди туда. Прийди на столе. Спрашивай. Он делает так тогда. Если так не может, делать так. Если так не может, делать так. Если так не может, делать так. То есть Кришну указывает путь сейчас. Не то, что он прямо сейчас хочет вернуть. Он должен указать путь, пойдем сами. По которому должны сами пройти. Это личностный аспект. Это сам Кришна и все это Параман. Разницы нет в этом случае. Если вы хотите и Кришне, если вы сосредоточен на Кришне, то все они обидуют помогать вам. И Параматма, и Браман, и материальная природа, и окружающие люди, и Боги, и Розбунки, и даже политики сейчас, способствуют расстаться на Кришне. Невольно. Если сосредоточен на Кришне, для вас все вращается к главному. Это путь. Все, что вы проживаете, будет ваш путь к Богу. Именно к Богу. Кто-то может задать для вас даже препятствовать на этом пути. Но он даже не будет представлять, что он таким вот ускорит ваш путь к Богу. Он ускорит к Богу. Потому что вы сосредоточены на Кришне. И Кришне сейчас нас вставит на этот путь истинный. То есть. Мы приняли, что это будет как Кришну. Сам Кришну разводит. Примерно как Кришну. Особенно святые. Он все время связан с нужным эго. Если у преданного нет нужного эго. То почему тогда такой у? Что с ним вообще невозможно. Откуда с него все лезет и лезет и лезет. Если у нас уже эго нет. Как? Это что отдельно что ли у меня? Отдельно что ли? Отдельно что ли? Ну как же мне другой путь как бы. Полегче. Я не смогу справиться с ума. То есть. Арджуна способность убеждать любых врагов. И может убедить ум. Когда в этом Кришну откровенно. И Кришну оказывает. Он вспомнит, что ты воин. На тебя естественно так думает. Твоему вежденную. Он уже зафиксирован. На то, что ты воин. Арджуна. У тебя есть своя слава. Свои качества. Свои отношения. Все. Твоему зафиксирован. Ну и теперь действует для меня. Таким образом. Тише. Тиммин. Попробуйте. Не потрясаю. Это вот. Этилисти. Тиммин. Да. Тиммин. Вечерин я сказал, что кто знает природу моего. И многие влияния. Тиммин. Тиммин. Чего. Я немножко вперед заезжал, но так, как это, иммунитет. Понятие явления, я не Кришны, уход Кришны, может только тот, кто не отразляется с телом, с материи. Потому что те, кто отразляется с телом, принимает свое явление, как материальное рождение. А уход за этот мир, как смерть. Открывание, как борьбу за выживание. Но на Кришну эти три причины не распространяются. Его не вынуждает материально рождаться, его не вынуждает умирать, то он не должен бороться за существование. Тогда как же он приходит? Зачем? Вот если мы поймем эту вещь, мы больше не ожидаем. Как Солнце, говорится, примерно, оно садится и исчезает. Потом появляется. Оно не появляется, не исчезает. Оно существует всегда. Ну и что Кришну пришел и ушел с планеты. Ну так же как Солнце приходит. Если мы это сможем понять, то будем всегда жить с Кришной. Потому что не ходят куда-то, не приходят. Он всегда есть. Историки думают, это было пять тысяч лет назад, сейчас Кришны нет. Ну а человек говорит, Кришна, что мы сейчас где-то рассказываем о Боговом Гиде вообще. Мы думаем уже в прошлом. Это настоящий момент. Богов Гиде всегда в настоящий момент. Когда мы с вами обсуждали Боговый Гид, он сразу выживает. Это настоящий момент. Это факт. Мы думаем раньше. Вот здесь вот 8-6 видов смертных грехов. Вот там, когда кто-то нападет на, ну, в той территории, или когда пойдет туда жену, или, допустим, кто-то хочет ее отравить, ну, и там, и так далее. Получается, если я... Ну, вместе не убью этого человека, я совершаю адхану, да? То есть насилие он просто, как бы, да? Да? Нет, не понимаю, да? Ты уже готов? Все люди раньше носили какое-нибудь оружие. Сейчас нужно разрешение обнаружить. Смело разрешение получить, потом поговорить. Ну, конечно, сейчас, в современное время мы это не применяем так. Невозможно. Но, во всяком случае, мы можем защищаться, говорится, или вызвать органы какие-то там, силовые структуры, обратиться. Ну, по обстоятельствам действовать, по закону своего. Но суть такая, что не умеет право насилие совершить, ради самообороны защиты. Это не реформа. Некоторые не сомневаются, можно вообще эффект не совершать, вообще не приметь оружие. Совсем не. Но это неправильно. Это говорится, что когда-нибудь сделать с агрессором, можете приметь оружие. Закон это тоже позволяет. Например, есть 5 час на территории, и, например, здесь зарегистрировано оружие. Если кто-то нарушает эти границы, вы имеете право применить. Правда? По закону. Конечно, вопрос из интернета. Вопрос такой, в чем смысл бесконечного блаженства, если страдание материально в нас, духовными, в чем смысл вечного наслаждения? Еще раз вопрос. В чем смысл бесконечного блаженства? Первая часть вопроса. Если страдание материально в нас ведет духовный мир, а в чем смысл вечного наслаждения? Страдание в духовный мир? Я не думаю, что это правильно, что страдать в духовный мир. Я вообще есть. Желание, а желание избавиться от страданий, может быть, ведут человека к этому. Но не страдание, страдание не приводит в духовный мир. Не думайте так. Страдание – это то, от чего мы хотим избавиться как раз. И вопрос странный. Почему такой вопрос задается? В чем смысл безграничного счастья? Вот в чем смысл обрадительного счастья? Я понимаю вопрос. А в чем смысл безграничного счастья? Я не понимаю вопрос. Потому что наши труды как раз в счастье даже. Человек спрашивает, в чем смысл? Видимо, он смысл ищет страдания. Через страдание он доводит. Можно прийти к кристиному счастью. Это не так. Никто через страдание пришел к кристиному счастью. Кристиному счастью можно получить от счастья и от страдания. А вот только от огня можно получить. Не будут эти вещи. Это неправильная теория. Это теория. Всевышний теория. Что страдание приводит к счастью? Нет. Счастье, но от счастья получается. Нет, страдания. При этом мы просят вопрос. Матыша Ероника задает вопрос. Что я читаю? Я читаю сначала Багалакиту. Когда я пишу Шелпопаду, я вам плашу книгу «В уровне сознания и размышления». И немножко заботилась и спрашиваю, с какой книги правильный человек, в принципе, для зрителей, чтобы постепенно развлекаться. Для предных книги Шелпопаду. Мои книги предназначены для обычных людей непредных. Предных читает, я думаю, больше для того, чтобы, может быть, какой-то опыт для Бога где-то учить. С точнее руководство о книге Парупаду не читать. Мои книги предназначены для людей, чтобы подготовить тоже книгу Парупаду. То есть книгу Парупаду сочин. Если вы уже приобретены, вам нужно читать книгу группы. Если хотите увидеть, как кто проповедует проповедника, можете читать. Хорошо. Спасибо большое.